Еще раз здрасте, с вами Евген, канал Бриолина Маня. Сегодняшний обзор будет посвящен харьковскому бренду Мэнли. Мэнли Оригинал Вэкс, то бишь мужицкий воск оригинальный. Оригинальный, это как пивко что ли? Это воск на масляной основе. Заявлен нейтральный блеск, ну или матовый эффект, кому как нравится. Средняя фиксация. Из необычных полезностей в составе маслообрепихи. Консистенция туга и сухая, рекомендую черпать ногтем. Банки бывают по 50 и по 100 миллилитров. Ну что, погнали. Ну, берем, сами знаете сколько, хотя сегодня я попытаюсь взять поменьше. Берем ногти, да, как я уже говорил. Берем, наверное, где-то так. Ну, больше или меньше, сейчас посмотрим. Ну, на самом деле, реально, действительно, я взял немного. Если, вот, сказать, такой шарик, по идее, это и немного получается. Ну, прежде чем я намажу, все-таки в очередной раз напомню вам, что не забывайте укладываться феном, прежде чем мазаться. Вот. Ну, а мы пока растираем. И наносим. Прочесываем афропиком. Расчесывается хорошо. Определенно, пик не застревает. Сначала сделаем текстурный такой вот слитбэк. Ну, типа, волосы назад. Текстуру придаем с помощью собственных граблей. Ну, как-то вот так. В принципе, можно сделать и сайд-парт, например. Берем расчесочку. Нам нужно будет разлить пробор. Надеюсь, у меня получится ровно. О, да. Вижу, что вроде бы ровно. Ха-ха-ха. Блин. Делаем сайд-парт. Как видите, все пластично, по крайней мере. Сейчас, ну, и засыхать, соответственно, он не будет, потому что он на масляной основе. Смотрите, вот как бы сайд-парт. То бишь, укладка на пробор. Короче говоря, можно и так, и так. Но я замучу сайд-парт-помп, конечно же. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Резюме, господа. Нанесение растирания очень даже изи. Орел ток, пацаны, полюбас. Фиксация средняя и сохраняет пластику в течение дня. Хотя, если вмазать побольше, то держит ОГОГО вполне себе нормально. Ну, если у вас, конечно, не жара прямо на улице. Или дома. По эффекту все, как и заявлено, нифига не блестит. Запах просто огонь. Карамельно-медовый. Из банки пахнет сильно, но потом с вами долго не летает. По смывке все относительно просто. Особенно, если сравнивать там с какими-нибудь там древнющими классическими свит-джорджами, браунами, даксами и так далее, да, все, в принципе, здесь смывается. Может быть, не с первого раза, но со второго, с третьим. А че его смывать-то? Только продукт переводить. О! Встал с утра, пошел в душ, там, намочил это все, чтобы там эти хайры после ночи загладить, да? Потом фенчиком посушил, чуть-чуть домазал по необходимости и пошел. Все. Ну, а если хотите смыть побыстрее, смотрите вот этот вот ролик. Там все рассказывает. Блин, короче, подводя итоги, могу сказать, что это простой, вполне себе удобный, хороший став с классным сладким запахом. Подходит для различных укладок. Можно взять чуть-чуть там, знаете, зернышко совсем там и слегка там уложить челку там или приподнять ее. А можно взять побольше и замутить, например, вот такой вот сайт Парпом. Короче, скоро я заморочусь и затарю этот став себе побольше. Побольше, побольше, побольше. Поэтому подписывайтесь на мой инстамагаз, чтобы не пропустить все события. Ну, а сейчас, друзья, небольшой спойлер. В ближайшее время я планирую сделать еще как минимум один ролик из серии «Домашние стрижки. Интервью с барбером». В связи с этим у меня есть к вам такое предложение. А если у вас есть какие-то нестандартные или очень интересные вопросы к человеку по профессии барбер? Ну, там типа из серии «Сколько он зарабатывает?», «Что он скажет Путину?», «Красавчик Либертус?», «За сколько можно доехать на машинке для стрижки до Владивостока?» Или, может быть, чем же все-таки вмазывают ненавистных клиентов? Пишите их в комменты. Самое интересное мы разберем в интервью. Ну, а теперь не забудьте произвести все ютубовские ритуалы. Подписывайтесь на канал, делитесь со своими друзьями, гризерами этим видео. Ставьте лайк. С вами был Евгений, канал Бориалиномания. 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 Пока! Субтитры создавал DimaTorzok